Фильм Ольги Столповской год литературы попал на кинотавр за свою неординарность. Пока это новый жанр в российском кинематографе, лента автора о самом себе. Своего рода игровая документалистика. Еще в начале пресс-конференции Столповская призналась, ее учили режиссерскому мышлению. Отсюда и желание не снимать обычное стандартное кино. С временами зрители, привыкшие уже смотреть в интернете всякие там мэмы и так далее, он уже готов к такому изображению, но мне так он немножко не причелся. Ну, просто было это интересно поработать. Понравится ли новый вид киноязыка зрителю станет ясно чуть позже, ведь, как известно, сколько людей, столько и мнений. Неоднозначные реакции на фильм «Врач» – это дебютная работа Юрия Куценко, которого все мы, как актера, привыкли назвать Гошей Куценко. Вот, например, зарубежным кинокритикам изначально не понравилась медицинская тема. Адвокаты, полицейские врачи – постоянные герои их сериалов. Для меня это был еще один сериал, телевизионный сериал о врачах. То есть там для меня лично, там ничего нового не было, к сожалению. Хотя я страшно люблю Гошу Куценко, уважаю его работу. На одном банкете ведущий артист эстрады какой-то все время пытался шутить. И так, и этак. Потом говорит, ладно, все, отстану от вас. Мол, попаду еще к вам на операционный стол, и вы мне отомстите за мой юмор. Александр Николаевич отвечает, не переживайте, можете продолжать, потому что я никогда не буду вас оперировать. Тот говорит, почему? Потому что я оперирую на мозге. Юрий Михайлович – нейрохирург. Он каждый день называет людям их страшные диагнозы и слышит их мольбы о помощи. Ему тяжело думать, что такое же может произойти и с ним. К сожалению, на пресс-конференции Куценко не присутствовал. Он ночью улетел уже в Москву на съемки фильма, но вышел по скайпу на связь с журналистами. Дружеское отношение с хирургами произошло из-за болезни его мамы. А за два года в борьбе с болезнью он узнал все об онкологии мозга. Любого человека, который общается с вашим онкологом, ты привлекаешь к нему настолько, тебе кажется, что он может, что он Бог, что он-то как раз все может спасти и изменить. И потом наступает момент, когда ты понимаешь, что это не так, что тебе кажется, что Бога нет. А потом, когда это случается, ты опять начинаешь верить. В фильме снимались Мария Порошина, Леся Железняк, Анна Михалкова, Алена Хмельницкая. Последняя даже не задумываясь согласилась сниматься у Куценко, потому что и сам Гоша интересный человек, и образ врача впечатлил. Но когда я прочитал сценарий, первое, что мне пришло на ум, что это all the jazz, на самом деле, да, это, ну, это про такого человека. Хореограф он, или врач он, или пилот он. Вот такой человек, который живет в своей профессии, у которого абсолютно запутанная и непонятная личная жизнь, который именно из-за того, что он безумно харизматичен, влюбляет в себя такое большое количество женщин. И то, как он об этом говорит, с какой теплотой, как искренне, какие точные нюансы он уловил, в том, как он, говоря по телефону, параллельно не останавливается, он смотрит снимки. Обсуждение конкурсных кинолент здесь повсюду, а в это время в Зимнем театре заканчиваются показы короткометражек. Сегодня жюри уже назовет победителя короткого метра. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.